МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии программы Наблюдатель Фёкла Толстая. И сегодня речь пойдёт у нас в студии о фильме из Эйнштейна «Иван Грозный». Дело в том, что первая серия этого фильма, а задумывался фильм как трилогия, вышла на экраны две части. Первая серия вышла в самом начале 1945 года и сейчас исполняется 70 лет со дня выхода его на экраны. Торжественно приветствовали эту картину. Авторы получили сталинскую премию первой степени. Но дальнейшая судьба фильма второй части и третьей, которая вообще не была снята, они обыкновенно драматичны. И надо сказать, что Иван Грозный, по многим оценкам искусствоведов, киноведов, остаётся одним из самых важных фильмов из Эйнштейна и вообще в истории советского кино. Вот об этом фильме мы и собрались сегодня поговорить в студии с людьми, которые прекрасно, прекрасно знают это кино, занимались изучением и творчества из Эйнштейна, и самого Ивана Грозного. С удовольствием представляю вам Наума Клеймана. Здравствуйте. Добрый день. Науми Хельч, историк кино и один из крупнейших специалистов как раз по творчеству из Эйнштейна. Вы даже сделали такой фильм, посвящённый съёмкам Ивана Грозного. И, кроме того, нужно сказать, что вы занимались организацией и, по-моему, являетесь главным хранителем. Вот, собственно, квартиры мемориальные... Был. Был. Сейчас уже нет. Но музея-квартиры Эйнштейна, во всяком случае, знаете об Эйнштейне и об Иване Грозном очень многое. Напротив вас Владимир Селыч Забродин. Здравствуйте, Владимир Селыч. Владимир Селыч тоже много писал об истории этого фильма, и вы в архивах очень интересные вещи нашли о том, как этот фильм создавался, о замысле, о планах, потому что Эйнштейн хотел одно, потом, так сказать, по распоряжению Сталина и начальства происходили другие вещи. Это невероятно, я вот что-то читала из ваших работ, невероятно драматическая история, которая, в общем, заканчивается смертью Эйнштейна. И это последняя такая его работа. Простите, что я вместо вас говорю об Эйнштейне. И представляю вам молодого исследователя, но прекрасно знающего, как сказал Наум Ихильич, знающего кино до собственного рождения, вообще до рождения кино, Пётр Багров, историк и художественный руководитель фестиваля Госфильмофонда «Белые столбы». А как раз в «Белых столбах» хранятся материалы, не вошедшие в окончательный монтаж Ивана Грозного, правильно? Да, добрый день. И вошедшие тоже, собственно говоря. И вошедшие тоже, это так. Ну что же, я тогда... Давайте начнём просто от печки, наверное, это совершенно справедливо. Как появляется идея создания Ивана Грозного, потому что во всех энциклопедиях пишется о том, что по чуть ли не распоряжению или по просьбе Сталина Эйнштейн начинает заниматься Иваном Грозным. После того, как... И всё это связано непосредственно с тоже очень драматичной судьбой Эйнштейна. И, как всегда, вопрос художник и власть здесь тоже имеет очень важное значение. Ну, началось всё, конечно, действительно, с заказа. И совершенно пригласили, как и других, впрочем, художников и драматургов, писателей, к Жданову. И сообщили о том, что фигура... Жданов занимал пост... Жданов был руководителем всей идеологии Советского Союза в то время, да? Это мы говорим о конце 30-х годов. Это нет, мы говорим о 45-м годе. Ой, простите, ради бога, это в 40-м годе. В 40-м годе. В 40-м годе, да, с начала 41-го года. В 40-м году Сталин прочитал вдруг книгу, которую ему донесли, так сказать, из Латвии, Виппера, историка, который первый предпринял попытку реабилитировать Ивана Гроссова и представить его как предтечу Петра. Вышел к морю, правда, ненадолго, на две недели, но всё-таки почувствовал, что море нужно. Ну, и вообще, надо сказать, что Виппер первым после Карамзина, Ключевского, Соловьёва предпринял попытку, ну, позитивного представления Ивана Грозного как государя. Это имело какой-то политический смысл? Разумеется, разумеется. Сталину безумно понравилось, что можно списать жертвы на историческую перспективу. Человек почувствовал судьбу историческую России, и ради этого можно было творить то, что творил Иван Грозный. И творить то, что творил Сталин. То, что творил Сталин, естественно. И Жданов получил, видимо, указание Грозного, простите, Сталина, пригласить. Что одно и то же. Да, ну, почти что. Не совсем, но всё-таки. Пригласить деятеля искусства и поручить реабилитировать его, поскольку Сталин был уверен, что искусство – это лучший способ убедить народ. Ну, он знал, как влияет кино, как влияет литература, слово, в частности, у нас на Руси всегда почиталось, чтобы получить новый образ мудрого, после жестокого, но мудрого, и царя-провидца. И сильного, властного. Я просто эти слова употребляю, потому что они непосредственно в тексте, в устах Ивана Грозного в фильме «Изенштейна», эти слова звучат, они вложены. Да, это очень важно, что вы сейчас говорите, потому что надо знать, что слова действительно на Руси всегда почитались как бы главным воздействующим средством. Мы вообще логоцентричная страна. Но нужно понимать, что Иван Грозный построен как раз на опровержении слов. Мы, может быть, об этом дойдем, потом поговорим об эстетике этого фильма. Но слова все звучат, действительно, такие. Плечи народа облакочен стою, говорит Иван. То, что хотел услышать Сталин. И про врага внешнего. Да, да, все это вот то, что ожидалось. И вот в начале 41-го года Жданов пригласил «Изенштейна» среди прочих других костров, получил Алексей Толстой, получил задание написать драматургию, как вы знаете, была диалогия написана бывание Грозным. И «Изенштейн», высушив это предложение, в это время надо сказать, что он был так полуфавори. Потому что он снял Александра Невского. Он был назначен художественным руководителем Мосфильма. Сталин считал, что он укротил, наконец, этого формалиста и западника. Сталинская премия, что важно. Сталинская премия была в 41-м году дана за Александра Невского в первых рядах. И он решил, что теперь будет так же, как Александр Невский, положительный государь, вот он в расчете на образец в Александре Невском достигнутый, заказывал Ивана Грозного. И «Изенштейн» не дал сразу согласия. Он попросил две недели на размышления. Уже не очень хорошо. Уже не очень хорошо. И тем не менее, он думал, в течение этих двух недель он размышлял о том, каким образом надо строить. Он понимал, что Сталин явно заинтересован в оправдании себя, не столько Ивана Грозного. И, правда, он лучше думал о Сталине, чем потом оказалось. Он думал, что Сталин кается. Что ему, как бы, совесть его отягощена этими жертвами. То есть он более художественно, богато воспринимал Сталина. И он предпринял вот такую попытку сделать трагедию самодержавия. С этого началось. А дальше пошла логика изучения исторических источников, которая привела к тому, что он пришел в противоречие с заданием. Когда говорят, что его талант повел, вот он хотел сделать в оправдание Сталина и Ивана фильм, но таланты и гений его повел, и он сделал, как бы, опровержение. Это не совсем точно. Я думаю, что он с самого начала начал понимать, что это трагедия. Разумеется, не памфлет. Разумеется, не карикатура. Я хотела вас прервать ненадолго, потому что вот на этом моменте начала хочется еще остановиться. И я хочу Владимиру Васильевичу спросить. Вы внимательно изучали записки и бумаги Изенштейна. Как вот сейчас это со стороны, так сказать, власти мы поняли мотивацию. Как для Изенштейна это было? Как он воспринял это предложение? О чем, по вашему мнению, он думал две недели? Вы понимаете, какая вещь. Иван Грозный – это личная тема Сергея Михайловича. Он в детстве, еще когда учился в реальном училище, жил в Риге, около 10 лет, я сейчас точно не помню, плюс-минус один год, видел спектакль русского театра в Риге «Смерть Ивана Грозного» по Алексею Константиновичу Толстому. И в письме матери написал, что ему это очень понравилось. Когда прошла революция и началась гражданская война, он в воле судьбы оказался в Вологде. Вологда – очень важный город, потому что в свое время Иван Грозный хотел перенести туда столицу. И строил там мини-Москву. И, в принципе, по легенде, когда строился Успенский собор, на него упала принца, это такой камень плоский. Иван Грозный проклял это место и уехал. Но для Изенштейна это очень важно, потому что он был там в Прилудском монастыре рядом с Вологдой и даже залезал в некую нишу, которая, по легенде, содержала пленников, которых туда посадил и замуровал Иван Грозный. То есть, он же сказал себя жертвой Ивана Грозного, он еще в период Гражданской войны. И для него вот этот момент, как бы вот, узнавание Родины во всем объеме, что ли, тех жестокостей, которые происходят, неопределенности для таких людей и для того класса, которым он принадлежал, видимо, была очень важна. И он как бы репетировал себя, как вот жертву насилия. И в этом отношении, в это же время, приходит и его увлечение древнерусским искусством. Он узнал, что такое фрески на севере. Он снимал сам в это время фрески. Он, видимо, читал в это время вот эту монографию Муратова о древнерусском искусстве. И у него есть описание посещения монастырей, в которых вот атмосферы, я их напечатал в свое время в журнале «Киновические записки», потом в своей книге, атмосфера вот точно второй серии Ивана Грозного, как он написывает все это, вот тени монахов, вот эти подземелья, вот эти своды низкие. И когда это читаешь, удивляешься, что это как будто ты вот видишь фильм, который он снял вот спустя много лет. То есть понятно, откуда это все появилось потом у Ивана Грозного? Это биографическая тема, которая, видимо, ну как-то еще на его такую историческую роль, что ли, его отца, его вот культуры, его, значит, принадлежности не к тому классу, который победил. Очень важно как бы вот соотношение с темой Ивана Грозного уже в 18-м году, в 19-м. И в 40-м, когда он получает такое конкретное предложение, как это все трансформируется вот в его... Да, да, это была и личная тема, которая для него очень важна, потому что первые наброски как раз рисованные он делал в Великих Луках. Но вопрос остается, о чем он думал тогда эти две недели? Ну, мне трудно сказать, о чем он думал. Нет, вы просто так говорите, как будто все подводил к тому, что он бы сразу согласился. Нет, дело в том, что взаимоотношения внешнего и внутреннего – это очень серьезная проблема. Сумеет ли он выразить свое отношение к этому? Или его скрутят в бараньи рук и заставят, так сказать, выполнить задание? Можно сказать еще одна очень важная тема? Сейчас мы потом Петра подключим. Да, конечно. В 1940 году, когда арестовали Мерхоль, да? Да. Арестовали на том, что он не успел закончить постановку Бориса Годунова, Пушкинского. Изенштейн сделал раскадровку монолога Бориса Годунова, достигая высшей власти. И это май 1940 года. Изенштейн как бы хотел подхватить эстафету своего учителя. И он думал всерьез сначала об экранизации Бориса Годунова. И когда смотришь на раскадровку, на эти рисуночки, ты понимаешь, что поэтика фильма Ивана Грозного уже здесь заложена. Потом он решил, нет, он лучше будет делать фильм о поэте и царе, который называется «Любовь поэта» о Пушкине, где центральной сценой будет раскадровка монолога, сочиняемого Пушкиным Бориса Годунова. И поэтому, когда ему дали это задание, первая сцена, которая возникла у него в воображении, это покаяние царя перед фреской страшного суда. Покаяние. Вот как только он понял первую сцену, он начал думать о том, где же те столбы, на которых будет покоиться все это здание, которое будет держать. Вторая сцена, он стал думать о детстве Ивана, и он точно сказал, что в Большом театре записано. 21 января 1941 года, глядя на президиум, который отмечал очередную годовщину смерти Ленина, он придумал сцену того, как маленький Иван становится свидетелем ареста любовника матери Терепневого-Боленского. он впервые слышит слово «взять его», которое он же потом первой употребляет против бояр. Это был второй столб, так сказать. И третий столб, который он придумал, он долго не находил, это третий столб. Долго, значит, две недели. Вот когда он узнал, что митрополит Филипп публично как бы отлучил царя от церкви, отказал ему в благословении, а это, в общем, то, что предстояло сделать Эйзенштейну по отношению к Сталину. Он понял, что есть третий столб, и фильм сложился. Петр, я хотела вас спросить. Вот из того, из тех столбов, столпов, о которых Наум Михайлович говорит, ведь детство категорически было изгнано, да? Нет, там остался кусочек маленький, но был большой, чем пролог. Играет Грозного Эрик Пырьев, сын режиссера Пырьева. Он сохранился у нас в белых столбах, но в картину в качестве такого флешбека вошел только маленький кусочек из детства. А снята была большая очень сцена, большой пролог. А две другие сцены, нет, третьей сцены нет вообще? Третья, это что вы видите? Нет, нет, вы говорите о трех... Она во второй серии, это центральный эпизод второй серии, Печное действо, где фактически... Да, да, Грозный царь языческий, его... А покаяние... А покаяние... А покаяние нет. А покаяние было снято, и оно было уничтожено в 51-м году, когда смыли все материалы Ивана Грозного. К несчастью, было 300 коробок на Мосфильме, где были все сцены, снятые к Ивану Грозному и к третьей серии в том числе. В частности, когда был построен собор, то есть Эйнштейн снял все три серии в соборе происходящие сцены, и там эта сцена покаяния была снята, только музыки не было. Все было записано в звук, диалог и так далее. Все, кто видел эту сцену, говорят, она была необыкновенно сильной, но ее уничтожили по приказанию Пырева, потому что Пырев решил снимать своего Ивана Грозного, и фактически они смыли все, что... Это же опять было задание Сталина, о чем пишут мемуаристы. Перед самой практически смертью, году в 1951-м приблизительно, идея в цвете поставить серию биографических картин. Заново Невского, заново Грозного, Дмитрия Донского никогда до этого не ставили, кое-что из этого появилось вроде, скажем, новой версии Богдана Хмельницкого. И вот тогда в среднем от этого бежали режиссеры, от этих ремейков. Но Пырьев, у которого были крайне сложные отношения с Эйзенштейном к Эйзенштейну. Но Эйзенштейна к тому моменту уже не был на свете. Тем не менее, вот это была такая боль незаживающая, потому что это было и восхищение, и зависть, и все на свете. И Пырьев радостно ухватился, причем взял себе значительную часть съемочной группы, вполне еще живой, скажем, любимой помреж, как сейчас сказали бы по кастингу специалисту Эйзенштейна Валентина Кузнецова, ее же взял к себе и Пырьев. Вот, стал снимать заново, и весь материал внимательно посмотрел, его дальше по такой, видимо, достоверной легенде уничтожил. Невероятная история. Давайте, если можно, сейчас посмотрим некоторые фрагменты рабочего материала. Там есть кастинг грима, который делает Эйзенштейн, и, собственно, со съемок, немножко перепрыгнем уже, и потом поговорим о том, как, собственно, происходили, как выбирал он артистов, и как происходили съемки фильма Иван Грозный, Сергей Эйзенштейна. А я попрошу Наума Михайловича прокомментировать то, что мы сейчас увидим. Это проба грима Ивана Черкасова, причем сделан таким образом этот грим, чтобы напоминать языческого царя Новохудоносора, образ, который потом во второй серии будет обыгран. То есть Иван языческий царь. Это проба костюма и грима архиепископа Пимена, причем здесь Пимен не Гебров, который будет играть, а это еще его ассистент Свешников. Съемка крестного хода в Александрово-Слободу, это первый вариант, который потом Эйзенштейн переснял, он решил по-другому снимать. И вот кадры, которые не вошли в фильм. Я хотела спросить и поговорить немножко о стилистике картины. Как Эйзенштейн выбирал то, как это все будет выглядеть, или какие артисты будут принимать участие в съемках? Как это все складывалось, вот эстетика картины? Вы знаете, Эйзенштейн написал первый вариант сценария, отправил в комитет в феврале 42-го года, и он долго ждал отзыва, как из комитета, потому что кинематографическое начальство не могло сразу ответить. Но Иосиф Фессеренович был занят в то время другими делами. И свое мнение о сценарии он сказал только в сентябре 43-го года. Это начало 42-го года? Это, конечно, вообще очень трудно себе представить. Вот когда смотришь эти кадры съемочные, что все это происходило во время войны, пускай даже большая часть в Алма-Ате, далеко-далеко от линии фронта, но все равно, конечно... Дело в том, что Эйзенштейн тоже это очень смущало, и он консультировался со Ждановым. И Жданов в сентябре 41-го года сказал, что нет, заказ не отменяется. И Эйзенштейн очень долго, практически даже до начала 44-го года, он рисовал фильм. В чем он рисовал, все эпизоды сценария. Как вошедшие потом фильмы, так и не вошедшие. И одна из таких вот любимых идей моих – это издать целиком сценарий, написанный Эйзенштейном, который он, значит, мечтал напечатать, либо в киноиздате целиком, либо, значит, в Москве. Неужели это до сих пор не опубликовано? Сценарий целиком, как мыслил Эйзенштейн, до сих пор не опубликовано. Потому что он хотел, чтобы туда вошел сценарий со всеми эпизодами, которые не были пропущены, цензурой кинематографической. 40 рисунков он сделал специально для этого, отправил в Москву, и их судьба, по-моему, неизвестна. Он хотел, чтобы там был напечатан исторический комментарий, чтобы не было излишних, значит, обвинений в том, что он не знал историю. И поэтому масса трудов историков, таких въедливых буквоедов, киноведов, которые говорят, а вот на его истории было так, а вот Эйзенштейн сделал так. Есть вариант изобразительного фильма, сделанного Эйзенштейном. Вот эти рисунки, если их вот последовательно расположить, это и есть как бы вот фильм его, так сказать, или графическая версия этого фильма. И мне кажется, что в каких-то отношениях это даже более интересно, чем то, что вот на экране, потому что там совершенно другое, ну, как бы отношение к происходящему. Там много гротесков, там много действительно застокости вот в персонажах. Там совершенно другой визуальный ряд, при том, что и фильм тяжело смотреть. Но рисунки, мне кажется, в этом отношении гораздо более богатые, вот стилистические. – Петр, как вам кажется, вот если смотреть на кино того времени, на историю советского кино, насколько стилистически то, что сделал Эйзенштейн, вообще встраивается в ту линию, которая была тогда принята? Потому что вот и слово «гротеск» прозвучало из уст Владимира Селыча, и это замечательно, вот эти все удивительные глаза, мимика. Недаром он берет Черкасова, который начинал как актер-мим. И вот это для него очень важно. Вот эти крупные планы, все. – Не, ну в 40-е годы это совершенно не вписывается. Другое дело, что война – это вообще такой период оттепели в искусстве. Не только в искусстве, вообще в истории советской. Потому что послабление очень значительное, как, я не знаю, то, что выпускает священников православных из лагерей. Да, то же самое в искусстве. И тогда появляются картины невероятные. Ну, скажем, как пример. Тогда же снимает Пудовкин, ушедший на дно, в общем, более-менее на какое-то время. Снимает картину «Убийца выходит на дорогу». Экранизация Брехта, антифашистская, и при этом антидотеритарная в целом, с таким очень серьезными отсылками к экспрессионизму в 20-м годам. Это вообще очень для многих период такой реабилитации, восстановления для режиссеров немого кино. И в частности, конечно, Ваня Грозного очень сильно на этой традиции 20-х годов. Недаром оператором, там было два оператора, не только Эдуард Тюссе, который работал всегда с Эйденштейном, но и Андрей Москвин, которого знали прежде всего по картинам 20-х годов, по работам фексов, ну, Вилон, Шинель, который считался у нас прямолинейным, ну, не то чтобы совсем уж несправедливо, таким главным экспрессионистским оператором. И в Иване Грозном этот экспрессионизм есть. Не то слово, не то слово. Понимаете, Иван Грозный – это возврат к изобразительному кино, потому что к концу 30-х годов слово «театр» практически убили кинематограф, потому что любое проявление какой-то экспрессивности в кино, ну, почти любое, обвинялось в формализме. Слишком много теней, слишком короткий монтаж, слишком эффектные ракурсы, слишком неестественная игра. Ведь система Станиславского, которая была единственной у нас, общепринятая, там близко нет к картине Эйденштейна абсолютно. Давайте посмотрим фрагменты. Это самое начало, но там как раз вот видно, что действительно не по Станиславу. Ускалили какие-то Мейерхольдовские. Ну, не случайно. Да, персонажи появляются в этом фильме. Два Рима пали, а третий Москва стоит, и четвертому Риму не быть. И тому Риму третьему, державе московской, единым хозяином отныне буду я один. Папа не допустит, император не согласится. Европа не признает. Сильным будет, все признают. Надо, чтобы силен не был. День Симеона Богоприимца, свадьба назначена. Учиним же свадьбу всему хозяину. Вот если про актеров говорить, здесь интересно, что... Здесь еще вот эта тень, о которой вы сказали. Мы еще посмотрим фрагменты с тенями. Вот тоже она появляется. Двуглавый орел на щеке Грозного, который так поворачивает глаза. Здесь важно, что актеры все совершенно разных школ. Вот здесь появился замечательный посол с такими очками странными, с ушками. Это Семен Тимошенко, режиссер, который поставил «Небесный тихоход» и знаменитый легендарный эстрадный конферансе 20-х годов. Это одна школа. С другой стороны, Черкасов, который начинал в Тюзи. Это был такой эксцентрический актер, остро-характерный. Серафим Бирман, между прочим, играющий Ефросинью Старицкую, это вот как раз одна из тех учениц Станиславского, на которой система настоящая, еще не ставшая догмой, и прорабатывалась. И эту руль могла играть Раневская, которая не разрешили ей. А ей не разрешили? Она приезжала на пробу к Валмату. Ее ждал до последнего момента. Он умолял утвердить Раневскую, но Москва не утвердила Раневскую. Почему? Другое ампло? Да, мне сказали, еврейка не может играть русскую боярину. Слишком много семитских черт, как написал Большаков. Большаков, директор. И пришлось доказывать, что Бирман немка, и во время войны было предпочтительнее немку Бирман, чем еврейку Раневскую. Невероятно, да. Но там очень многое. Например, он очень хотел снимать в роли Анастасии Уланову. Галину Уланову. Да, и это опять же был бы совершенно другой стиль игры, как вы понимаете, да, абсолютно. Но не получилось. Она была слишком, так сказать, занята в театре. И поэтому после многих мучений взяли Целиковскую. Это был такой компромисс. Она даже внешне не подходила. Там, если вы обратите внимание, у нее косы идут вот отсюда. Откуда они, в принципе, обычно не заплетаются. Чтобы округлость лица убрать, сделать его более византийским. Насколько вообще съемки, как они происходили? Насколько это было сообразно тому, как хотел Эйнштейн? Ну, это вообще было мучение, надо сказать, для всей группы. И радость и мучение одновременно. Потому что начать с того, что электроэнергия шла на военные заводы. Съемки шли ночью. Мы говорим о съемках в Алма-Ате. Съемках в Алма-Ате. Ведь в Москве снимались только цветные эпизоды второй серии. И эпизод приема Курбского во дворце Сигизмунда. Все остальное было снято в Алма-Ате. И в огромной степени это подвиг группы. Потому что ночью снимали вообще трудно, даже в мирное время. А тут голодные, холодные. И иногда видно в кадрах, как идет пар изо рта актеров, потому что холодно в павильоне. И под костюмами там толщинки для того, чтобы... Не чтобы сделать их только толстыми, но чтобы согреть актера. И надо сказать, что вообще фильм снимался с огромным напряжением. С неясностью, как это будет принято. И кроме того, необычная стилистика была еще в том, что Сергей Михайлович говорил, что фильм должен восприниматься всеми органами чувства. Это давно его старые идеи, аттракционы должны воздействовать на все наши рецепторы. Не только слово. Кино – это полифоническое искусство. Мы его видим, мы его слышим. Мы его почти слышим. Мы его прежде всего видим. Мы видим, да, но не только... Мы видим тоже многое там. Мы видим композицию кадра – это один голос. Мы видим жест актера – это еще один голос. То есть там многоголосье. Каждый голос Уйзенштейна еще в «Бежней луге» имел свой смысл. И он создавал полифонию смыслов в этом фильме. Поэтому, когда слышишь эти слова, произнесенные либо Иваном, либо другими персонажами, надо в это время смотреть, а что, собственно, происходит в музыке, например, или в изображении. И там бывает опровержение того, что говорится. Давайте посмотрим эпизод, вот этот знаменитый эпизод с тенями. И как раз, может быть, вы это расшифруете, если что-то было не по-иному. Это вот знаменитый эпизод. Иван отправляет своего посла Непею к англичанам, чтобы открыть путь через Белое море в Руси на Русь. Да напомни ей, что царь Иван на Москве – один купец. Всю торговлю в одних своих руках держит. Кому хочет – привилей даст. Кого не захочет – государство свое не впустит. Кого полюбит – пути на восток откроет. Ну, вот этот кадр с астролябией – это ведь не случайно. Он говорит о Москве, он говорит о Руси. А на самом деле мы имеем земной шар. И тень Ивана над этим земным шаром. И рука так поднимающаяся. Это на самом деле владычество мировое. И в конце первой серии будет знаменитый кадр, где профиль Ивана опускается над крестным ходом, прямо с неба, если вы помните. Это еще доигрывается этот же смысл. Потому что, в общем-то, главный грех Ивана – это уподобление себя вседержителя. Он, как бы, вот это греки считали, самый страшный грех – грех Ибрис, где человек себя уподобляет Господу. И вот Иван здесь, как бы, кланяясь на призыв народа, соглашаясь вернуться на царство, он получает абсолютную власть, а себя-то он с Богом, он Бог земной, там Бог небесный, в третьей серии отыграется с целью покаяния. Поэтому тут нужно все время смотреть фильм насквозь метафорический. Ну вот, нет ли еще такого, вы, конечно, говорите о более высоких смыслах, но вот сама вся эта, например, история с тенями, вот этот такой язык теневый, который через весь фильм проходит, он дает немножко и ключ к пониманию вообще, как фильм устроен, в том отношении, что не надо его смотреть, как реалистическое кино, которое тогда так было принято. Да нет, ну, кроме вот этого театра тени, есть театр марионеток. Вот он у нас показывал, уже Норштейн, в музее кино, где он объяснял, что это кукольный театр, сцену с послами. Да-да-да, он говорит, что это супер-анимация, Иван Гроза-то супер-анимация. Да, в этом смысле, там действительно они как вот такие куколки, такие, значит, вот один толстый, другой. А многие считают его оперой по этой причине. Нет, само решение персонажа, оно масочное. Но, собственно, эти жесты такие биомеханические, такие мельконгские. Ну, это-то, он о клейстах-марионетках мечтал с юности, у него есть запись о знаменитой вот статье, что идеальный актер – это марионетка, клейстовская запись, это романтический театр еще, марионеток. Поэтому, ну, кстати говоря, занятный был фильм «Позорини», где Отелло разыгрывается с помощью марионеток, в этом смысле, совершенно фантастическая такая. Но жесты не только биомеханика, то есть в этом смысле здесь эстетика, ну, как бы разных типов, как театральных, как вот графических, как визуальных. Театр Кабуки, в частности, это очень важно было для него. То есть это не есть, ну, как бы вот, то, что в кинематографе называется линия Люмьера, реабилитация физической реальности. Это явно кинематограф Мельесовской линии. Это как бы театрализованный, так сказать, другой язык, очень условный. И в этом смысле, конечно, сторонники реабилитации физической реальности, документализма, Люмьера, они этот фильм на дух не переносят просто. Для них это, ну, как бы избыток выразительности, который, если говорить о сущности кино какой-то, они считают, что это заснятая жизнь. Это совершенно не нужно. Но вот это же и были такие разные направления, в том числе и в театре, там, до конца 40-х годов, когда еще, скажем, камерный театр работал, который тоже обвиняли в том, что слишком красиво, или вот такие выразительные... Но он был уже подписчиком тогда, уже в эти годы. Он уже был немагистральный. Ну, так же, как и уничтожение театра Мерхольда, смерть самого Мерхольда. Это явно вот эта линия. На самом деле мы говорим о том, что, конечно, Иван Грозный здесь трудно выбрать. Это и урок удивительный, так сказать, искусство, эстетический, и, с другой стороны, очень важный урок истории в самых разных смыслах слова. Истории кино, истории, просто истории страны, истории взаимоотношений. Я хотела бы вернуться к тому, что происходит после того, как съемки закончены, выходит торжественно первая часть в начале 45-го года, тут же получают сталинскую премию, прием в Доме кино, чествуют лауреатов сталинской премии, и кто-то говорит Эйзенштейну, что в этот момент Сталин смотрит вторую часть. Это легенда. Это легенда, да? Это легенда, да. Ну, тогда опровергайте эту легенду. Как было на самом деле? Там другая интрига совсем. Считалось, Эйзенштейн не знал, что фильм уже приговорен. Значит, 2 февраля у него был инфаркт, а 2 марта фильм уже, как бы, видел его, Швейсарионович, местный исполнительный бюро там или... Вторую серию, в смысле? Вторую серию. И 5-го числа, 5-го марта, как вот мистическая дата, в день своей смерти, так сказать, Сталин уже приговорил фильм. Но только надо помнить, что в 45-й год. И 5-го марта умер, еще потом Прокофьев. И в этом смысле, как вот смерть фильма, смерть того, что приговорил, смерть композитора, они, получается, что они вот в один день должны отмечаться. Только за 8 лет до этого... Нет, это понятно, но это 5-е марта какой-то. И, в принципе, от Эйзенштейна скрывали. Тут надо отдать, что Александр многое сделал пакостей по отношению к Сергею Михайловичу, но он написал письмо вождю, что не надо публиковать это постановление секретариата о том, что фильм запретит показывать. А вот есть постановление... Это позже, это в августе уже, в сентябре опубликованное. Есть постановление о фильме «Большая жизнь» от 4 сентября 46-го года. Режиссер Эйзенштейн во второй серии фильма «Иван Грозный» обнаружил невежество в изображении исторических фактов, представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов наподобие американского куклуксклана. А Ивана Грозного, человек с сильной волей и характером, слабохарактерным и безвольным чем-то вроде Гамбурга. У него было две ненавидимых пьесы у Сталина. Это «Гамлет» и это «Борис Годунов», который тут в анамнезе. И здесь очень любопытно, что здесь «Гамлет» и сам Сталин вспоминает, ну а про связь с Годуновым это все общеизвестно, потому что Годунова не дают поставить Мирхольду, запрещают спектакль МХАТа, готовый уже, и вместо него в Париж едет «Любовь Яровая». Так что «Гамм» – это страшнейшее обвинение, стоя из уст Сталина, да, в «Гамлетизме». Да, в «Гамлетизме», замечательный термин «Гамлетизм». И Эйнштейн должен переделать, его обязывают переделать вторую часть, да? Перемонтировать. Там очень сложно. На самом деле, почему в марте уже должны были положить на полку и забыть? Он обманул ожидание вождя. Значит, как раз Александров пишет письмо, в котором пишет, да, претензий много было у нас. Мы надеемся, что Эйнштейн прислушается к этому, но пока не надо его добивать. То есть он едва-едва остался в живых, и если это постановление будет сейчас опубликовано, то, значит, это приговор к смерти, неизвестно, чем это кончится для мастера. То есть идея переделки, она родилась вот в этом письме еще. Другое дело, что потом это чуть-чуть еще усугубилось по сравнению с мартом, потому что, ну, как бы, решили более серьезно ударить по интеллигенции, разбушевавшейся и распустившейся во время войны. И в постановлении вот эти партийные осени 46-го года начали, в постановлении «Звезды Ленинград». Да, и об Ахматовой защитной. И поэтому, поскольку это было уже гораздо более жестко, то есть было понятно, что действительно надо скручивать уже в бараний рог этих, значит, кто не понимает исторического, так сказать, направления изменившегося, что никакого либерализма не будет, то мне кажется, что вот эта оттяжка для Ивана Грозного была гораздо более серьезной даже. Визенштейн покаялся, он написал письмо вот в газету, но потом одновременно он написал письмо все-таки, что вот желанием исправить. И через полгода после того, как письмо было отправлено, или там через пять месяцев они спорили на встрече Визенштейна и Черкасова с одной стороны, и Сталина, Сданова и Молотова с другой стороны, он принял через вот этот срок и все-таки дал бы мысловение переделывать. То есть Визенштейн встречался со Сталиным по этому поводу? Да, да, да. Это по просьбе Черкасова. Вообще Изенштейна заставили покаяться. Все друзья уговаривали его написать покаянное письмо, как это было однажды с убежным лугом, когда он был спасен от репрессий 1937 года, вот таким же образом спасти себя покаянным письмом. Изенштейн написал, как всегда, письмо, которое звучало как покаяние, а на самом деле там внутри было понимание, что он знал, что он делал. И дальше Черкасов начал хлопотать о личной встрече. Он понимал, что только вечная встреча Изенштейна и Сталина даст зеленый свет для дальнейших съемок, переделок и так далее. Вот у них была встреча в 1947 году, действительно, и Сталин, встретившись с Изенштейном во второй раз после 1929 года, задал вопрос сначала ему напрямую. Он сказал, вы историю хоть немного читали, и полагалось по ритуалу промолчать. А Изенштейн ответил, немного читал. И с этого момента Сталин обращался только к Черкасову. Вот ему он говорил, что не надо было каяться Ивану, не надо было сомневаться к Гамлету, надо было идти своим путем. Вот если бы он убил еще пять семейств боярских, не было бы смутного времени, например. А он зачем-то каяться. Надо сказать, что после этой встречи, которая записана, со слов Черкасова и Изенштейна, вот записывал Борис Агапов, такой замечательный журналист, она вся документирована, эта встреча, Изенштейн не торопился вернуться на съемочную площадку. Дело в том, что ему предсказали смерть в 50 лет. Он в это верил, как Пушкин. И так и случилось. Так и случилось, да. И когда ему говорят, что будем отмечать юбилео, он говорит, придете на панихиду. И он знал, что идут последние месяцы его жизни. Он писал книги, он себя загонял работой фактически в смерть. Но он не возвращался на студию и не торопился переделывать картину. Он понимал, что он ее трогать не будет. К счастью, она сохранилась в Гослимофонде. Она была сдана, негатив там сохранялся. Никто ее не прятал, по прики легендам. Но тем не менее, Изенштейн не хотел ее портить. И снимать ливонский поход, выбрасывать сцену цветную опричиной, когда вот и ушел из жизни, так и не испортив картину. У него был контрпример достаточно серьезный, о котором он вскользь упоминает, думающий, знал историю очень хорошо на самом деле. Это история с Петром Первым. Потому что Петр Первый, сценарий которого был опубликован, оригинальный, Алексея Толстого и Владимира Петрова, это был фильм о бесперспективности реформ в России. Потому что первая серия была такая же, как она у нас и есть, как она сохранилась. А вторая серия – это серия о крахе политики Петра. Изменяющая жена, ворующий, придворный сын любимый, которого он убил, что для него трагедия. И сам он уже такая абсолютная марионетка. Это все было снято. А потом, в 1935 году, это все было запрещено. Как раз после того, как стали громить камерный театр и вообще бороться за чистоту изображения истории на экране. И Петров пошел с легкостью, по всей видимости, сломав что-то в себе в этом же на компромисс, все переснял. И у нас совершенно бравурная вторая серия Петра Первого. Эйзенштейн крайне пренебрежительно один раз отмахивается от этой картины. Но я уверен, что, читая всю литературу об истории, об истории на экране, он знал историю фильма и знал сценарий. Вот это был такой замечательный код. А там масса параллелей. Там, допустим, была снята Петре Первым сцена всепьянейшего собора. После казни Алексея такая оргия страшная, что, в общем, конечно, рифмуется со сцены первого опричников перед убийством Владимира Старецкого. Говоря о рифмах, невозможно не думать о сегодняшнем дне, когда тоже борются за чистоту истории, и когда темы реформ в России или единовластия, они просто удивительно свежо звучат. Там эти монологи, например, Ивана Грозного. Я вот что хотела еще вас спросить. Удивительно, что... Вот я раньше не обращала на это внимания, что у Солженицына в одном дне Ивана Денисовича герои обсуждают этот фильм. И есть, ну, может быть, вы лучше это знаете... Я перечитала как раз вот эти два куска. Там они не только обсуждают Ивана Грозного. И у них разные позиции, да. Там они позже в бараке обсуждают и броненосца Потемкина. Поэтому в этом смысле, ну, как ни странно, это вот как было понятие интерполяции, когда вот старые рукописи, да, что-то такое вот, какое-то вот... Вписывали, да. Актуальное что-то вписывали. И когда вот это читаешь, тут вздрагиваешь. То есть, в принципе, это могло быть, потому что там сидит режиссёр, которого могли посадить, так сказать, вот как раз уже позже. Действие там происходит, значит, в 51-м году. А Эйзенштейн же показывал фильм на Мосфильме. И его могли видеть какие-то вот кинематографисты, условно говоря. Поэтому вот человек, который как бы обсуждает с одной стороны, Цезарь, значит, кинорежиссёр, он как раз мог видеть. Второй там какой-то вот старообразный человек, который, значит, получил двадцатку. Строго говоря, это может быть сам Солженицын. Поскольку непонятно кто он, появляется только вот в этот раз. Но они не могут вот в этом месте это обсуждать просто. Фильм не вышел на экран. Может, никто не видел, кроме кинематографистов. Они могли вот вдвоём, они могли видеть это, условно говоря, потому что неизвестно кто. Но смотрите, ну нет ли здесь такого, как вот то, что Наум Ильич говорил про покаянное письмо Эйзенштейна, что... Дело в том, что, видимо, Александр Исаевич в данном случае, он видит в Эйзенштейне своего альтер-эго, такого противника. Антипода. Антипода, то есть не альтер-эго, антипода, я говорился. И, конечно, для него важно вот пригвоздить к позорному столбу вот своего антипода, восклавленного. Потому что фильм вышел в 58-м году и началась, ну, такая... Этого ренессанса внимания к Эйзенштейну. Он попал, значит, как лучший фильм в 58-м году уже попал в Брюсселе вопрос. Потом в одном из запросов вот этого, что это самое, уже Иван Грозный попадал в 10 лучших фильмов всей всемирной истории. Поэтому здесь, ну, как бы, вот, видимо, Солженицын не мог, ну, как бы, не состязаться по своему значению. Для него, видимо, вот, его поиск «Один день Ивана Денисовича» была таким опровержением вот самого, ну, как бы, вот, служения революции, которая створяла за него, видимо, Эйзенштейн. И революция, и выполнение заказов всё-таки. Это же заказ Ивана Грозного. Да, да, да. Я думаю, что такой воображаемый Эйзенштейн, нереальный. Да, да. У меня ощущение, что Солженицын построил некую модель, тоже такой тень, какую-то Эйзенштейна, и использовал это в своих целях. И к реальному Эйзенштейну, к реальному Ивану Грозному, это имеет весьма косвенное отношение. Ну да, но просто вы знаете реального Эйзенштейна, изучив всё, всё, все его документы, что не знает обычный зритель, который видел первую часть, вторую, там, через... К этому времени уже вышла и вторая, когда была написана повесть, опубликована. Да, да, я понимаю, вы совершенно правы. Просто вот этот вопрос, который они обсуждают, так сказать, о заказе, о гениальности фильма, оправдывает ли это нравственные проблемы, которые встают... Это как символ сталинского кинематографа, грубо говоря, на самом деле. Да, 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 да. Нет, но эта проблема не 51-го года. Это проблема с ужениться на 62-го года. Это явная вставка. Вот так сказать. Но это всё равно важная тема, которая... Тема соглашательства, несоглашательства, делать что-то по заказу, вообще ничего не делать. Можно мне сказать, знаете, что один художник про другого думает, это их личное дело. Вот Лев Николаевич не любил Шекспира. И что? Вот он считал, что Шекспир это нагромождение трупов совершенно воровской, драматургии и так далее. Это ведь его личный вкус. Я думаю, что так же к Андрею Арсеньевичу Тарковскому, который из Уштейна отрицал, а был под огромным влиянием и отталкивался от него руками и ногами. Ну, замечательное, вот, простите, что перебиваю, замечательное в его цитате слово, вот, иероглифы. Вот это так, по-моему, здорово описывает иероглифичность. Это иероглифы. Стилистику. Понимаете, от того, что есть иероглифы и есть озвученное письмо, одна система другую не опровергает, они взаимодополнительны. Поэтому надо смотреть как бы как историкам шире и понимать, что эстетика Солженицына чрезвычайно конкретная, реалистическая, абсолютно прикованная к факту. И Эйзенштейн насквозь в этом фильме условный, иероглифичный, обращающийся ко всем традициям мировой культуры, они не антиподды на самом деле, хотя они противоположны, они взаимодополнительны. Да. Вы когда сказали про иероглифичность, я вспомнила, замечательная была выставка, где было показано бисерным крошечным почерком переписанной рукописи Александра Саича. Вот это даже с формальной точки зрения такие разные вещи. У нас не так много времени остается, и перед тем, как еще закончить программу на каких-то финальных словах, мне бы хотелось, чтобы мы посмотрели финальную сцену фильма Иван Грозный и Сергей Эйзенштейна. Подобает всегда царю осмотрительным быть Ко благим милость и кротость, Злым же ярость и мученья, Ежели сего не имеет, не есть царь. Ныне на Москве враги единства русской земли повержены, руки свободны, и отныне засверкает меч справедливый против тех, кто извне посягает на величие державы российской. Не дадим в обиду, Русь! Как звучит, да? Звучит, да. И в конце сухмылка, это чисто сталинский уже интонация, да-да-да. Это совершенно осознанное, да. Там начинается все это с реальной цитаты слов Грозного в переписке с Корбским. Потом, эта фраза «руки свободны, когда повержены все внутренние враги», это очень двусмысленная фраза. И некоторые западные историки считают, что это отражение сталинских планов вторжения в Европу после победы в Германии, я не знаю, насколько это так, не думаю, что Безенштейн об этом думал. Но это... Но художник что-то провидит в чем-то... Потом уже исследователи связывают какие-то смыслы и находят то, что непосредственно невербализовано будет. Но это мостик третьей серии, где будет Ливонский поход. Да. В Ливонию завоевание Балтики и так далее. Так что здесь как бы сразу три задачи. Не только подытожить вторую серию, не только показать, что это демагогия, кстати, самодержится, да, но это еще и подготовка к тому, что у вас последует главное. Поход на Новгород, подавить последний оплот противодействия Ивану, вольный Новгород и потом путь на Балтику. Я хотела бы попросить всех уважаемых наших экспертов может быть ответить на такой вопрос общего характера. Есть ли сейчас какой-то молодой, неподготовленный, так сказать, историей кинематографа, знанием истории кинематографа, зритель, возьмется смотреть Ивана Грозного из Эйнштейна? Как вам кажется, какое впечатление это на него произойдет? Рекомендуете ли вы это смотреть? И на что обращать внимание? Я думаю, что если он увидит по-настоящему хорошую копию с правильным цветом настоящим Эйнштейновским на большом экране в темном зале, то да. Сейчас обычно так не происходит. Мы успели поговорить об этих цветных частях, но это есть, например, на сети Мосфильмов эти фильмы. Понимаете, нет, но еще все-таки это важно смотреть на очень большом экране и в очень темном зале, чтобы ничто не отвлекало, потому что, как однажды объяснил сам Эйнштейн Юзовскому критику и своему другу, что первая серия по большому счету ты должен, грубо говоря, войти в систему координат. А вот дальше ты будешь воспринимать весь смысл картины во второй серии. Поэтому сбежать после первых десяти минут, посчитав это крайне, так сказать, ненатуральным и натужным зрелищем, можно. Но это надо как к живописи присматривать. Что вы думаете, Владимир Семенович, какими глазами сейчас смотреть на Ивана Грозного? Я отношусь к этим новым зрителям. Я в кинотеатре не хожу, но мне время-время рассказывают, как ведут себя зрители в кинотеатре. То есть плюнем просто не будем показывать Эйнштейна. В принципе, это вот то, что раньше называлось фильм для такого специализированного зрителя. Либо вот для зрителей музея кино, в котором мы когда-то с сельщем работали на Красной Пришне. И где у нас был свой зритель. Либо для того, что раньше называлось киноклубами. Либо для того, что раньше называлось лекторием для повышения. То есть сейчас это уже широкая аудитория не... А мне просто так интересно это звучит. Я боюсь, что для широкой аудитории она просто... Ну, как бы для нее это будет... Ну, избыточность художественной речи это то, что для широкой аудитории теперь невыносимо. У вас есть немного времени не согласится. Дело в том, что я возил эту картину когда-то в советское время по всей стране, включая там с Роски, где мы с Васей Шукшиным показывали ее просто его относительным. И я должен сказать, что любая аудитория, подготовленная, неподготовленная, молодежная, пожилая, смотрит фильм абсолютно самозабвенно, если ее не настраивать против. А если чуть-чуть подготовить, тем более. И я знаю точно, что на этот фильм реагируют все и в любой стране мира, что главное, не только у нас в России. Это картина, которая покоряет себе. Стоит только принять законы ее игры. На самом деле, это один из тех шедевров, который универсален. Только надо сохранить кинотеатры. Петр абсолютно прав. Это кино, а не почтовая марка. Я хотела еще один вопрос, не прямо относящийся к Ивану Грозному, успеть задать. Уж раз прозвучало здесь музей кино, и, конечно, важно сказать, что сотрудники музея кино и во главе с Наумом Клейменом, конечно, совершили прорыв образования кинематографистов, показывая последние четверть века фильмы. И вообще, ну, это отдельная тема, роль музея кино. Что сейчас происходит? Вы были назначены президентом, насколько я знаю, ушли с этого поста. Я ушел, да. Просто буквально несколько слов. Ваш взгляд на нынешнюю ситуацию? Сохранится ли музей кино, есть ли какие-то надежды в этом отношении? Сейчас переходное время. Не только с музеем кино, но это вообще переходное время. Я, в общем, исторический оптимист. И у Эйзенштейна есть одна фраза, которая называется так. В жизни всегда можно добиться правды, если хватит жизни. Но если нам хватит жизни, мы увидим, что музей кино возродится, и все будет нормально. Но основания для этого есть. Есть, безусловно. Музей кино не может быть упразднен. Это одно из искусств, которые имеют право на свой музей. Я абсолютно убежден, что когда будет нормальная обстановка, когда будет нормальное здание, где можно будет хранить по положенным правилам наши фонды, когда будет система залов, где можно будет показывать так кино, как оно заслуживает. И, наконец, там будут выставочные залы, где можно будет показать подлинную экспозицию истории кино, да, и эстетики кино. Музей кино у нас будет так же, как в других странах. Мы не хуже, чем другие страны. Вы будете сейчас какие-то усилия предпринимать, помогать музею кино? В какой форме? Ну, если бы я допустил до этого пока, мне было дано понять, что я не нужен. я ушел. Ну, вот, наверное, на этом мы и закончим, потому что я не знаю, что еще добавлять каких-то веселых, веселых фраз в конце эфира нет, не хочется. Так, вот так оно есть сейчас у нас в стране. Мы говорили о фильме Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», о последней работе Эйзенштейна, в связи с тем, что исполнилось 70 лет с того момента, как первая серия Ивана Грозного вышла на экран, и это было в начале 1945 года. И я благодарю специалистов, которые были сегодня у нас в студии, Наома Хильевич Клейман, Владимир Силович Забродин и Петр Багров. Спасибо большое, что смотрели нас. И все-таки посмотрите хотя бы на экране своего компьютера Ивана Грозного Эйзенштейна. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok